на ремонте швейная машинка чайка 132m с электроприводом и вот такая поломка не реагирует не работает не крутится что можно сделать в данной ситуации нужно проверить в чем проблема есть три варианта кабель регулятор оборотов и сам электродвигатель кабель их тут два кабеля один питание приводит сюда на разъем питание с розетки приходит вот на этот провод на левый если здесь питанием если у вас рабочая лампочка то лампочка должна загорится но здесь лампочка не рабочая просто можно проверить вот здесь если 220 вольт есть то есть вот эта часть кабеля рабочая точно дальше здесь смотрите здесь три провода вот идет 0 фаза 1 или фаза 0 неважно 220 без разницы вот эти два с розетки приходят вот сюда потом отсюда с этого контакта уходит один провод на регулятор вот один провод уходит на регулятор оборотов и возвращается уже отсюда уходит и вот сюда возвращается с регулятора оборотов то есть теперь у нас задача определить кто виноват то ли кабель который сюда уходит и назад возвращается то ли регулятор оборотов то ли электродвигатель я уже здесь проверил разобрал электродвигатель и получается с той стороны на контактах соединил этот и этот провод работает электродвигатель в порядке у меня остался или кабель начал прозванивать кабель не доходит не доходит вот с этого провода не доходит до 220 до регулятора оборотов сложно было сказать в каком месте не знаю получится ли у вас такая ситуация но у меня получилось что при перегибание смотрите вот в этом месте нажимаю нажимаю и когда вот здесь перегибаю то начинает срабатывать швейная машина то есть вот здесь перелом одного из проводов что делать можно купить конечно новый кабель как вариант но я вам покажу мой фирменный способ как сделать аккуратно конечно можно допустим будут перерезать на изоленточку смотать и все это будет на изоленте тоже так можно но я делаю так вилка как видите она паянная здесь не разборная как сделать так чтобы было как с завода чтобы не было видно что здесь смотка как я это делаю мой личный способ я вам сейчас все покажу и так как же скрыть и потом назад заделать такой разъем любой разъем значит берем острые лезвия острый нож и разрезаем с двух сторон до вот приблизительно вот этого места не боимся повредить кабель потому что мы его все все равно будем уже теперь разрезать и отрезать и доходим до куда можем тут контакты приблизительно вот до сюда до сюда приблизительно и разрезаем насколько это возможно острым ножом это делается легко с одной стороны и с другой стороны вот так наша задача добраться до контракта потом мы там на контактах вот так она вскрывается где-то здесь у нас обрыв на одном из проводов на синим или черным на каком не знаю но мы его все равно вот так отрежем и нужно добраться до наверно вот здесь нужно добраться до контакта на который мы потом подпаяемся здесь середину нужно будет немножко выбрать чтобы можно было и припаяться и запас и вот здесь он обломался вот здесь вот видно один свежий а другой такой ну окисленный можно так сказать освобождаем чуть больше для того чтобы увидеть что мы можем с этим сделать вот эти вот середину тут можно вырезать короче добираемся до контакта и будем к нему подпаиваться скорее всего тут была пайка техника советская сейчас делается в обжиме раньше делалось пайки посмотрим сейчас добираемся сейчас я тут смотрите получается что чтобы добраться нужно освободить немножко то есть вот эти вот вещи внутренние средние их просто вырезаем они не нужны края оставляем на серединке вырезаем потому что мы не знаю как тут уже ляжет провод который будет следующий и чтобы дать ему место для свободы потихонечку тут срезаем кусочки заодно и доберемся до края желательно оставить дошел до края это нехорошо их будем склеивать просто клеем обыкновенным клеем цианокрилатным он хорошо схватывается ну вот как то так я добрался и тут до края до контакта и тут добрался с этой стороны наверное надо немножко больше разрезать для того чтобы добраться до контакта все что теперь я добрался на него теперь здесь есть место место пайки и нужно попробовать достать сюда паяльником для того чтобы залудить контакт смотрите я вот зачистил здесь сейчас залужу суть в чем что в изоляции вот где-то до сюда будет вкладываться кабель а дальше он идет расчехлённый и будет припаиваться к проводам к контактам здесь она припаял было припаяно потому что кабель советских современных часто в обжимке обжимаются концы но и иногда бывает так что именно в современных разъемах но никак не припаять из какого-то материала такого делают контакты не припаиваются ни при каких условиях ни с плюсом ни со специальными средствами не знаю из чего я делаю но здесь должно быть все нормально есть у меня вот такой хороший паяльник который этот вопрос должен решить поэтому берется пропаивается выпаиваем старые провода и припаиваем новое на что важно обратить внимание на то что есть разница откуда куда выходит провод смотрите из швейной машинки вот с этого горизонтального вдоль не поперек а вдоль идет на вдоль а потом из поперек контактов поперек то есть смотрим какой из них идет идет отсюда прозваниваем ну и заодно и прозваниваем целый ли кабель вот это он значит черный должен вот сюда эти ну и заодно нужно проверить работает ли синий а синий должен возвращаться вот сюда тоже звонится то есть кабель целый и получается черный сюда синий сюда все сейчас припаиваю его вот так и можно собирать в обратной последовательности паяльник у меня уже разогрет один конец прихватил на чтобы удобно было одной рукой работать в тиски сюда припаял и сюда припаял все работоспособность уже теперь восстановлена не припаял еще возьми немножко припою и припаял все припаялась нормально теперь его собираем собирать ну вот таким образом вкладываем и вот эту часть вот эту часть она тут тонкая нужно хорошо склеить цианокрилатным клеем и все ну а вот эту часть тут мы будем использовать клеющий пистолет вы можете использовать или пистолет и если у вас нет самого пистолета то хотя бы клеющий стержень просто на газу его нагрели сюда капнули и обжали оно так и останется в таком состоянии там лишнее чтобы выпало срезать и все потому что видите у меня тут кусочек я вырезал кусочек такой неаккуратный но если клей у вас бывает белый бывает прозрачный неважно срежете вот приблизительно до пока аккуратно вот до сюда пока у вас тут есть пустоты которые я вырезал это можно заполнить клеем единственное что вот здесь от паяльника у меня паяльник большой у меня по оставались такие черные ошметки по по черной гарри может проходить электричество и быть какие-то потери электричества и нагревания особенно если это между двумя контактами 220 их нужно убрать ну и все ну а теперь дальше заклеим клеевым пистолетом что же показываю ситуацию с клеевым пистолетом все очень просто просто туда немного клея он раздавится и выдавится нам нужно только вот эту часть со всех сторон выдавилась хорошо только эту часть эту будем заклеивать цианоклеилатным клеем он более тонкий не будет вылазить и все такие тонкие вещи прихватит плюс будет гарантия от того что если он где-нибудь нагреется то не разлезется потому что этот клей может от нагревания разлезется что-то не хватает чуть чуть мне кажется ну а потом это лишнее просто срезать ножом ну вот как-то так все теперь в принципе сейчас он чуть-чуть застынет и уже можно пробовать и на этом в общем-то ремонт окончен единственное сейчас остынет и я вот здесь супер клеем цианоклеилатным приклею в результате электропривод хорошо работает нажимаю машинка шьет шьет хорошо правда перед этим пришлось сделать еще вот механизм закрепления проскальзывал не хватало одной детали вот этот механизм пришлось сделать там выскакивала планка пришлось рихтовать и механизм натяжки пришлось делать кто-то залазил и не натягивалась ну это уже другая история но с механизмом подписывайтесь на канал увидите что на самом деле не сложными манипуляциями не сложным инструментом можно решать вот даже такие сложные как кажется задачи со швейными машинками на канале много таких видео в том числе и по швейным машинкам и по разному разной бытовой технике всего доброго увидимся на канале на канале